здравствуйте дорогие земляки сегодня продолжаем цикл передачи разговора о политике сегодня у нас гостях историк общественный деятель основатель и председатель общественной организации тенгер также основатель музея уникальные калмыкия басан захаров она очень приятно что ты пришел очень приятно то что я недавно был музей басана басан меня пригласил я посмотрел и действительно и мне стало стыдно то что я знаю о том что есть у нас такой музей я только пришел в этот музей да и вот возникла идея интервью и вот решили ходе нашего интервью обсудить кое-какие вопросы которые мы хотим дальше превратить будущее до в определенные действия но для начала басану ты историк ты историк как у тебя возникла идея вообще я знаю у тебя еще с 90 2000-х годов ты писал разные монографии книжки выпускал как вообще возникла идея организации 2 2 движения вот и естественно и музея как это все у тебя получилось но это выходит очень длительное время ты работаешь ну уже десять лет уже одиннадцатый год пошел на вообще все случайно было на самом деле там я не собирался вообще общественной организации создавать вообще так как я еще с 90-х годах союз молодежи говныки организовывал я вообще в свое время зарегся связываться с общественной организацией и более создавать ну так получилось что какой-то в какой-то момент там молодые люди пришли в общем-то горящими глазами предложили что надо создавать организацию нация угасает надо что-то делать и в общем-то мы начали я вначале вроде бы как просто как консультант что ли больше себя так позиционировал но в конце концов и так получилось что в общем-то меня избрали попросили и я в общем так и остался вот ингредиенту хотя потом эти же ребята ушли ну я остался такие до сих пор мы сегодня организация существует да она существует формально существует в целом она конечно сегодня не такая активная мы райский клуб в основном проводили в последние годы вот уже год в год с лишним не проводим не было помещения просто одну сейчас появилась может быть мы будем возрождать мы теперь непонятно с этой пандемии что такое раз и клуб объяснил и на него демиус айратский клуб это проект как раз центра тенгрины льду с десятого года мы вели по пятницам вечер калмыцкого языка люди приходили карты каждому давалось слово каждый говорил именно на калмыцком языке но и потом обсуждали какие-то темы абсолютно любые приглашали людей известных наших людей владеющих хорошо калмыцким языком и вот проводили такие вечера дружеские вопросы в ответах там много ученых наших артистов было очень интересно было и самое главное что многие молодые люди смогли выучить калмыцкий язык вот общаясь нашим айрат сэнгобио дорогие друзья год благодарности его святейшеству далай-ламу 14 приуроченные к 85-летию его рождения в рамках реализации проекта центрального курула калмыкии золотая обитель будды шакемуни сокровищница духовного наследия калмыцкого народа издан альбом далай-лама калмыкии от трех его визитов в нашу республику продажу данного издания производится в калмыкии центральном куруле средства от реализации альбома будут направлены на издание сутры алтнгерл калмыцкий и русский перевод вот кроме этого общественной организации какие мероприятия проводила во первых самый такой известный на проект это поход на гору багдо конный поход паломнический поход это был до сих пор все участники находятся под его впечатлением даже 10 лет лишним прошло и действительно это был полный эмоциональных и даже мистических переживаний как вы будут 2010 год 2010 год это можно сказать что это было возрождение конного туризма и вот не возрождение вот основание конного туризма вообще вот он дал толчок ко многим направлениям ну например да сейчас конный туризм стали это как раз цирен пасанга цирен пошел да вот он после этого зарядился и стал думать мечтать о создании такого клуба песням чистый конь вода мой для не дочери геряю то есть да там она стала мега популярна это тоже в конном походе многие люди меня узнают именно в этой песне также на ганман джио она взлетела тогда несколько миллионов просмотров тоже было вот вы не этих обе песни солнышко на ганман джио и птица конь это вот миллионный просмотр именно благодаря конному походу но вообще много там что было и каждым из участников может наверное рассказать свою историю это такое созидательное мероприятие которое дальше еще толкнуло других людей участников дальнейшую деятельность именно в области коневодства дату нужно за за зародился игру очень сильный по конный туризм как у тебя возникла идея основанием музея вот уникальный честно говоря не собирался делать ну просто я собирал какие-то вещи покупал там что-то там может передавали мне и просто это мое было такое любопытство желание иметь какие-то вот наши артефакты старинные калмыцкие артефакты вот и однажды я разговорил сейчас упомянул что у меня собралось уже целая куча уже не знаю куда идем и получил предложение это максим фамилию сейчас зам руководителя все сейчас был максим макс предложил организовать выставку ну хотя бы временную выставку чтобы люди смогли посмотреть и в общем-то выставили все экспонаты я понял что окажется их достаточно много и в общем-то мы предпоняли что нужно дальше развиваться и на постоянной снове ну и так получился откуда тебе начали просто давать эти экспонаты что не в основе сам собирал но бывало что кто-то что-то там передавал какие-то старые вещи не знаю куда человек деть калмыцкие и вот мне давали но их и на самом деле немного было в основном я сам покупал либо наши семейники что-то мы пытались воссоздавать нет действительно уникальная коллекция да да вот мне понравились мечи ли я вот я даже с ними сфотографировался у меня так прочувствуя эту силу там эту мощи не фотографии даже ездили в инстаграме когда очень и связи с этим пользуясь случаем приглашаю посетить музей басана он постоянно будет на постоянно в развлекательном центре урала на втором этаже приходите буду рад показать рассказать тем более сейчас мы сделали коллекцию доспехов но гран получили прошлом году и создали такую небольшую коллекцию и на айратский доспех вот то чего у нас к сожалению сейчас нет не было мы попробовали воссоздать на на это отлично я видел тоже это отлично мне очень понравилось а вот такой возник вопрос ты вот истории и вот историк и патриот то есть если музей для организации все это говорит об этом ты как историк до анализируя сегодняшнее положение республики имея ввиду морально-нравственном плане воспитании как ты оцениваешь вообще ситуацию на сегодня ну конечно историк честно говоря это и интересно и больно наблюдать за всеми процессами которые сегодня идут у нас в республике но последние 100 лет можно сказать вот сожалению это процессы направлены на исчезновение калмыцкой нации вот это тренд был задан государством конечно российским советским союзом было сначала физическое истребление в течение 40 лет первых 40 лет советской власти было физическое истребление калмыцкого народа вот это гражданской войне там мы потеряли где-то наверно может быть около половины своего населения больше значительно чем во время сибирской ссылки про это у нас историки к сожалению не говорят ученые историки я все кстати хотя и образование историческое но я профессиональной наукой не занимался вот у меня больше какой-то такой больше может быть любительский интерес всегда был уже многое знаешь ну ну наверное да но профессиональные ученые у нас к сожалению находится в трендах государственной политики и вот геноцид гражданской войны они его об этом как бы умалчивать но по статистике это все видно и любой умный человек даже со средней аналитической способности может увидеть сколько нас было до за 20 лет до гражданской войны и его сразу после меня это все заметно вот и голод и так далее то есть первая это гражданская война многие погибли мы помним джунгарский полк вот до калмыки вообще в целом не поддержали революцию в общем то это было противно калмыцкому духу калмыцкому менталитету в целом ну конечно были люди кто и поддерживал разные были ситуации людей но в большинстве своем калмыки были против потому что еще может быть также и слушали аристократию наенство за санкции естественно не принимали целиком у вас и не автоматом уже были врагами не автоматом уже были врага да не были врагами было много полков создано наших улосов которые довольно успешно воевали против красных и конечно красные они но не любили так мягко говоря калмыков и когда красная власть все таки советская власть победила в калмыкии то здесь был геноцид я просто читал документы находясь в архиве еще вот в начале 90-х годов занимается своей дипломной работой я видел документы по большедебиатскому улосу как там советские большевистские солдаты уничтожали калмыков имущества издевались насиловали вот это все есть сохранилось это у белых кстати сейчас уже можно все это спокойно прочитать вот я тогда стать антикоммунистом это действительно я прям плакал когда читал но невозможен без слез было читать эти слова потом голод был несколько раз двадцатых тридцатых годах в голод по волжье который искусственный все-таки был голод этот создан была экспроприация и так далее репрессии всех кто что было в общем-то в целом советском цивили калмыкии естественно не могла их избежать ну и заключительный акт трагедии это был уже депортация вот это заключительный акт в плане физического геноцида культурный геноцид он продолжался и продолжается то есть советская власть нам оставила из музыкальных инструментов но грубо говоря дамбру и саратовскую гармошку который можно относительно назвать калмыцким инструментом и многие люди до сих пор уверены что калмыцких инструментов нет только вот дамбра и все на самом деле у нас более 40 инструментов музыкальных это вот только один факт но то что в школах запрещали говорить то что даже учителей увольняли за калмыцкий язык школах 60-х годов сейчас это все факты известны то что судили второй раз людей за уже они уже были осуждены по этим статьям второй раз это все было давление на национальное самосознание то есть вы калмыки предатели вы никто ну и в общем-то я 70-80 года учился в школе и нам говорили что вся история калмыков до революции это беспрерывная цепь страданий в общем-то ничего интересного выдающегося тем более великого у вас не было ваши предки это просто пастухи которые пасли овец там коров вот и мы думали об этом но после этого а после этого нам дали историю что на мы все супер коммунисты с приходом к большевиков у нас осталось хорошо если я полностью чтобы что политика продолжается то есть у нас что есть там театр есть там пару ансамблей да вот национальный государственный ну и в принципе ну газета хальмикин которая на 50 процентов но и в принципе все школах образования нет там из обязательно да вот у нас создали русскую гимназию это смешно потому что она стерус все школы у нас русский у нас нет ни одной калмыцкой школы можно и всех назвать русскими это действительно так все предметы идут на русском языке даже калмыцкий у нас детских садах тоже нет калмыцкого языка национальный группы это в принципе ну не хотелось бы говорить фикции но по сути это русские группы с небольшим калмыцким уклоном ну то же самое школы хотя бы там ну хотя бы так да но этого конечно мало и деградацию национальном сознании мы видим воочию то что сегодня можно к старшему маты обращаться там матеряться вот молодежь да старшие средние поколения тоже это как обычное явление для калмыка вообще в национальной культуре воспитанных это нонсенс это вообще полная деградация на морали и нравов поэтому как историк я вижу вот эту деградацию которая идет но очень давно 100 лет а там просто вот физическая да уже такая до этого конечно шла и в более таком гуман варианте что ты как историка патриот предлагаешь как ты видишь вообще возрождение ну я думаю что единственный путь это просвещение раз просвещение историческое культурное просвещение люди должны увидеть что и понять что калмыцкая культура это величайшая культура это действительно так во всех аспектах жизни я я бы даже знаете как назвал бы айратская цивилизация вот или айрат монгольская цивилизация она у нас настолько уникальная и глубинная что в любой аспект жизни взять у нас есть ответы то есть не только как мама максим говорит нам нужно вспомнить кто мы есть да но надо просто вспомнить то мы это это просветительские проекты это раз второе важно чтобы люди национально мыслящие делали уже какие-то более весомые проекты масштабные проекты нам нужно изменить сознание вот сейчас нам советского долбила да что мы такой маленький народ ничего у нас нет мы все должны кого-то ждать это кирсана львзюнов тоже дадет добил вот именно это сознание что мы как будто ждет инвестора но это вообще полная глупость честно говоря это тупость несусвестно несусвестно прежде чем ждать каков-то инвестора должна быть среда готовая там и моральная и нормативная и экономики вот потом надеяться на кого-то это вообще не не в характере мы всегда сами создавали мы всегда были малочисленные по отношению другим народом но это мало численность не мешало абсолютно и завоевывать и создавать великие государства территория айратского союза она по моим подсчетам он ходит в десятку крупнейших государств в истории человечества это несравнимо айраты дважды имперский народ то есть в составе империи чингисхана и собственно и в общем-то айратский союз которые три государства даже четыре государства говорят некоторые историки пусть три достаточно даже так ну и мы были малочисленные тоже это не мешало понимаете нет разницы в количестве есть только дух понимание вот я разговаривал с одним монгольским бизнесменом вернее это была пресс-конференция да и в общем задавал ему вопрос и вот он знаете все сказал почему вот вы все время жалуетесь ну важен такая большая страна вас 140 миллионов человек вокруг калмыкии там 30 миллионов человек это же огромный рынок надо его завоевывать просто и все понимаете совершенно другая психология вот эту психологию мы утратили ну реально же огромная масса людей живет их можно завоевывать не надо саблей макать методы другие для экономика калмыцкая культура калмыцкий чай он уже завоевал около десятка производителей калмыцкого чая сегодня где-то и где они все они все нет там и не у нас не у нас это смешно просто туристик нам приезжает калмыцкий чай не знаю а смотрят вот где произведено и нету дагестан ну там и краснодар и петербург что еще необходимо нам нужно нам нужно понять нам надо перестать ждать каких-то льгот от государства какой-то выгоды да но мы уже видим на протяжении столетий что это государство она не развивает человека единственная если шанс на самим пробудиться самим пробудиться и действовать самим пробудиться начать действовать вот дух айратский дух это дух победителей и не надо говорить что моя малая родина это издевательство вообще над калмыкии но нет такой мало что для вас там омск или там владивосток это что ваша родина что ли но это тупость я понимаю малая родина когда говорят total например да или или 100 или печенеры это все малая руина а наша калмыкия не надо о себе говорить что мы такие малые вот малочисленные еще как-то более-менее а малый народ это издевается это издевается над нашей предки нашей истории над нашей истории конечно мы великий народ но мы забыли бы надо вспомнить надо вспомнить в связи с этим я предлагаю тебе здесь мы с команды за онлайн предлагаем тебе вести здесь передачу историческую передачу ты будешь приглашать но мы обсуждали не намного счетов я я думаю это было хорошо одним из на канале подписчиков очень много я я бы хотел бы я и я это вижу так что на началась передача ты дохода пригласил сказал в чате пошла полемика там где-то можно отвечать вызывать еще других людей чтобы люди уже начали вникать начали знать историю мне кажется мы не вспомним кто есть пока мы не узнаем историю это будет одним из тех как конструктивных хороших действий для этого я я думаю так вот ну как ты на это смотришь возможно да возможно и единственно что я сам хотел этот свой канал музей делать небольшой цикл по истории и еще по культуре я думаю что можно это как-то тоже ну да ты ты можешь здесь видео публиковать на своем канале правильный максим и там и там там ты будешь отвечать на вопрос а здесь она будет просто выходить и подписчики которые есть на канале заново я думаю и тебе труда уйдет это тоже будет хорошо обновили если ты уже там осоединись или у тебя свой контент будет мы только за мы только за потому что ты будешь это проповедовать и будешь это делать я бы с удовольствием поделился нашей площадкой вот вот именно с тобой именно поэтому мы всех всегда зовем а тебя с удовольствием мы все я думаю мы в эфире договорились с бацаном это круто ну давай чуть поговорим о сегодняшней политике сегодняшней политики в начале прихода батуха сикова мы с тобой даже в одной соцсети немножко поспорили ты говорил про бату что бату не опытный на на следующий день когда бату пришел к музей ты сказал что бату там он мне все объяснил насчет диссертации он хороший я я ему верю но потом присоединился в протест вот объясни пожалуйста мне бы хотелось это знать ну да вообще я такой человек верю людям если я не знаю никакой предыстории например да ну человек говорит я стараюсь вид потом жить конечно бывает расставлять все по своим местам вот бату да он выезжал играть недели две недели прошло после его назначения он был сидеть с и сити холл заходил как наш музей там был раньше вот и я его естественно пригласил музей и потом он после этой экскурсии он уже отдельно отозвал и сказал что я сейчас уже точно даже дословно конечно не помню ну в общем то что он сам писал диссертацию в общем то там как бы чиновники наши он просил взять информацию то что они дали ему вот он и свои диссертации и опубликовал оказалось они дали там скорчай в черкесии что эти данные ну в принципе ему поверил потому что я сам сталкивался с такими вещами когда сожалению наши некоторые чиновники они просто когда у них нет собственной информации просто давали какую-то и поэтому я ему поверил принципе такое могло быть действительно но потом ты опять не ну по диссертации я не знаю не пропадает особо как бы неинтересно не потом ты засталась в протесте стал ты ты стал движением это не из-за ситуации это уже мое первое разочарованием бату было когда он не допустил нам сыра манджиева выбором вот ну тогда я еще как-то подумал что ну может быть это как-то политика там не только вот в калмыкии это по всей стране да это было такое что не допускали были прецеденты когда выигрывали выборы альтернативные кандидаты вот и я подумал зато ну может быть все таки наверное это такая политика вот ну конечно осадочек остался да а уже когда я допустим открыто в протест пришел это уже назначение дмитрия трапезникова главой как там они несколько раз меняли в общем руководителем городской администрации вот я посчитал что это с моральной точки зрения это недопустимый шаг для нашего калмыцкого народа для нашей культуры менталитета но не только кому-то вообще для жителей республики это шаг недопустимо я кстати с большим уважением отношусь людям любой национальности и преклоняясь перед культурами практически всех народов подольше когда начинаешь глубоко погружаться в культуру любого народа ты понимаешь что это великая культура интересная уникальная поэтому тут уже не только калмыка да вот и о всех вообще национальности всех людях живущих дамбас муки вне национальности вот то что почему это назначать человека а бы откуда из воюющей региона еще и не справедливо воюющего на мой взгляд там много несправедливости вот и тем более человек без такого серьезного опыта или без положительных оценок вот я тогда специальным интернет залез в эти донбасские чат и наши ребята тоже и многие задавали вопросы там кого узнают в донбассе и руководителем этой республики в том числе лидером боевиков ополченцев и все все сто процентов все говорили что это не лучше далеко не лучший кадр далеко не лучше управление в общем то и вот как раз и уже год с лишним год с лишним прошел и мы видим что действительно это не лучшим к сожалению так вот вот этом то что моральные культурный нацист продолжает это как раз есть просто я бы хотел немножко уточнить получается так что когда мы калмыкии вороты начинаем говорить о своей нации нас обвиняет национализм ну да это еще одно я хочу еще раз да почему это не так мы наоборот глубокий он был оба сантовка что сказался в мог на уважение относится другим на но почему-то когда мы говорим о своей на нас называют националистами и мы там где где-то уже записаны как националисты вы да да ко мне даже одна же там человек с администрации ну не самой а вот около это именно как калмыцкому националисту обратились что-то там нужно было мое мнение я тогда тоже не сказал то есть слова националист в нем нет ничего плохого но в россии это понятие извратили то сегодня это ассоциируется с нацизмом там с шовинизмом с фашизмом а любить свою нацию это правильно любой человек человек который не любит свою нацию это очень опасно человек это все без корней и я бы с таким вот даже вы знаете вот просто бы говорить бы даже не стал ну да и я с тобой полностью здесь я полностью меня очень много людей других национальностей и русских и кавказских и все знают мою позицию все с уважением относятся я также люблю их за то что они любят свою культуру и нам есть о чем поговорить и на самом деле очень много культурных от глубинных моментов они очень схожи в любой национальности да вот уже законы природа не одинаково они одни и те же я если вы полностью согласен как ты басан отмерщи к высказываем что гашу ну я же был на митинге как можно отнестись это вот продолжение как раз и культурного геноцида наша просто когда-то советский рынок губы было менее морально да она просто по второму кругу взяла этих наших как гашников осудила сегодня уже нет наверно живых не осталось ну вот нашли этого человека который озвучил напомнил нам как будто бы напомнил это все идет это звенье одной цепи я считаю вот и политика такая сегодня чтобы калмыки исчезли исчезли но не только калмыки это вообще чтобы мы все стали единый монолитный монолитным народом но на самом деле же против закона природы это можно ассимиляция на можно в калмыкии она идет полным ходом и в принципе вы сейчас если выйти на улицу и многие будут себя бить в грудь что они там в общем то почти что русские а вот мы же недавно видели вот тот же сангаджит арбайк сказал мы по сути русские люди вот то есть вот это вот вот эта политика а вот сейчас проблема в чем вообще жизнь калмыки нация на сегодня сейчас время так сгустилась сконцентрировалась в этом маленьком временном отрезке что жизнь калмыцкой нации возможно в течение одного поколения вот жизнь одного поколения и может быть калмыцкой нации уже не будет в силу того что наша молодежь уезжает за пределы и нет уже языка уже и культура маргинализованная стала и поэтому если мы сейчас вот не сможем остановить этот процесс в принципе через двадцать лет я думаю что уже и это будет вот мы уже будем старенькими да дай бог будем жить вот мы будем себя считать калмыками а наши дети уже будут просто слушать но посмеиваться вот как 60-70-х годах старики на калмыцком говорили о молодежь посмеивалась да я отвечала на то же самое будет на стыдно было говорить да а сейчас уже есть тенденции такие что молодежь не считать себя помогли не очень многие наоборот одевает улан-залан есть да есть правильная тенденция есть хорошая тенденция статистически количественно смотреть во сколько людей например тех же шапку может одеть национально слон зала вот сколько там не знаю там полпроцента наберется или нет не знаю но вот это уже разом направленный ну у меня может такой пессимистичный ну да ты что-то пессимидо драйвного на воде настроимся на оптимистичный будем это что нужно делать чтобы это распространять как ты как смертельно больному объявить его диагноз возможно он поймет что надо что-то делать на надо ну сделать важные дела своей жизни а если мы как будем в расслабленном состоянии у нас все есть время для у нас через время мы сделаем согласен движение на вот когда которую было массовыми митинге все это движение как с твоей точки зрения повлияло на уровень на развитие национальное самосознание вот кстати да хороший вопрос я вообще когда увидел огромную массу людей на митинге песни еще да все это самое главное это конечно да это на меня это произвело впечатление в каком плане да это у меня были вообще негативные вот пессимизм я конечно излучал оптимизм тогда да но в душе у меня прям кошки скрепли что я думал что все но уже все ну погибаем умираем и тут увидел вот этот моральный запрос на порядочность на честность на калмыцкий дух да иранский дух правильно сказать я тогда подумал что наверное не все потеряно я даже мелодию вся в телефоне изменил у меня была знаете песня вот сальком аркадий манджи очень грустно ты грустил короче а потом вот после то есть есть шанс есть шанс есть я говорю это хороший пример это хороший это очень отличный пример и здесь просто нам надо объединиться у нас почему-то сейчас нет объединения нет связки между людьми нашего поколения нашего среднего молодежи и нет связки между разными социальными слоями вот и если эта связка появится то мы я думаю сможем выставить отлично основу я еще раз хочу пояснить дорогие друзья то что мы с басаном договорились он будет у нас вести передачу я думаю она будет интересна и в этом заключении чтобы ты хотел пожелать на традиционным нашим подписчикам кто нас смотрит вот такой а нет это еще предпоследний вопрос недавно на канале у макса ушла видео про как как а ты вот ни одна ни один из озвучил и макс сделал такой заголовок не называйте их предателями предательные потому что 20 с лишним лет советской власти власти и не было как раз когда он вышел и честно говоря вот забыл но само название да я не считаю предательный мой дед он воевал 110 дивизии он погиб он герой для меня вот но тем не менее членом калмыковского корейского корпуса я не считаю предательным предателями потому что 20 с лишним лет советской власти они уничтожали калмыков и люди вот просто имели моральное право воевать против живодерской власти вот кто-кто на калмыки имели не по крайней мере мы по крайней мере мы не имеем право сейчас здесь и осуждать их понимаешь вот тут это да я думаю это были не было моральное право было и нельзя их за это осуждать и что-то пожелаешь нашему подписчику я я хочу пожелать чтобы мы избавились от советских стереотипов те предатели эти герои избавились избавились вообще от стереотипов совкова кого-то кому-то вообще давать какие-то стереотипы клички какие-то да там вот смеяться над друг другом да вот так не помогать друг другу то есть вот это все надо совкова убирать это не наше надо обратиться к себе своей самости к своей культуре она настолько потрясающе настолько глубокая она дает силы она не просила крылья любому человеку любой национальности я в музею уже четыре года работу рассказываю про нашу древнюю философию например тангрианство у людей других национальности глаза загораются они очень много вопросов задают и я желаю просто обратиться к этому не терять это вспомнить кому есть на вспомнить спасибо дорогие друзья ну как всегда ставьте лайки подписывайтесь на нас смотрите мы продолжаем мы продолжаем свою деятельность не останавливаемся ведем и скоро у нас будет тоже очень интересное замечательное интервью в которого будут тоже люди знаменитые ну и также у люди обычные которые хотят высказаться мы начали спасибо сиртым сирско команда канала за онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков большое спасибо благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео с уважением максим цеденов